Всем привет из Палладара, меня зовут Ирина, рада, что вы заглянули на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу подвести такие своеобразные итоги уходящего 2015 года. Точнее, будет, наверное, даже не подвести итоги, а рассказать вам о таких самых ярких и важных событиях, которые произошли в моей жизни за 2015 год. Вот, я себе здесь написала то, о чем я хочу рассказать кратко, чтобы не повторяться 10 раз одно и то же, ничего не забыть из важных ярких событий, которые я хотела бы с вами поделиться. Значит, первое, о чем я хотела рассказать, это будет вовсе не рукодельное событие, которое со мной произошло, это касается именно непосредственно моей семьи. У меня есть племянница, ей 10 апреля исполнилось 18 лет, вот, и 5 апреля 2015 года она стала мамой. Вот, рождение ребеночка у моей племянницы это то событие, которое является настолько ярким и важным. Ну, наверное, в принципе, рождение ребенка является довольно ярким событием, важным в семье. Вот, они у нас такие молодые родители, ну, главное, чтобы ребеночек был, чтобы они были счастливы и чтобы ребенок был здоровый, как говорится. Вот. И почему же мне настолько прям запомнилось это событие, дело в том, что я присутствовала при рождении малыша. Когда она была примерно на сроке 7 месяцев, она мне заявила о том, что она хочет, чтобы я присутствовала при родах. Для меня это, честно, был, да, такой шок. Дело в том, что своих детей у меня нет, и как бы я, грубо говоря, о родах знаю только теоретически, да, что-то такое. Вот. И мне само даже было страшно, но здесь в основном мне было страшно то, что мне придется вот эти долгие часы наблюдать за тем, как она будет мучиться, да. Вот. И так, конечно, и получилось, но мы ради своих родных и дорогих людей идем на многое, поэтому, естественно, я, не долго думая, конечно, сказала, что я пойду. Эти два месяца до рождения малыша я старалась себя настроить. Читала там в интернете кучу всего про партнерские роды и все такое. И, в общем, 4 апреля все, это чудо началось и закончилось в час 55 ночью с 4 на 5 апреля. Вот. Дело в том, что я до сих пор, это все у меня, это, наверное, на всю жизнь, конечно, остается, те, кто был в роддоме, это все поймут. Это такие эмоции просто непередаваемые, наверное. Особенно, когда на протяжении 6 часов она находилась в больнице, то есть мы сначала дома вытерпели очень долго, пока схватки не стали совсем уже маленькими по времени между ними. Мы поехали в больницу, и в больнице еще 6 часов это все длилось. Ну, ладно, это, в принципе, все проходят через такие муки и все такое, кому-то меньше, кому-то больше. Дело в том, что когда малыш появился, вот это вот, я не знаю, секунд 30, может быть, или сколько прошло между тем, как он появился, между тем, как он заплакал. Мы все знаем, что ребенок, когда появляется, он латает свой первый култок воздуха, да, и он плачет. Не знаю, мне показалось, это была целая вечность. Я, наверное, там у меня всю жизнь пролетела перед глазами за это время, когда он появился. Его стали обтирать. Когда потом, наконец-то, раздался этот самый, я не знаю, наверное, долгожданный, сладкий и самый-самый прекрасный звук на свете, это плач ребенка новорожденного, то я уже тут вздохнула, наконец-то, с облегчением. Вот, а потом какое-то время там мы находились. В общем, он такой маленький, крохотный, лежит возле мамы. Мне казалось, что взять его в руки, это будет вообще что-то на руки, это что-то сверхъестественное. Но потом, когда акушерка его уже взвесила, там, обмерила, запеленала и сказала, берите, а я отстаю такая. И, знаете, весь этот страх вот так выпетрился. Я просто взяла это маленькое сокровище на руки и все, никакого страха о том, что как я маленько буду его держать на руках, уже не было. Вот, я держала его и понимала, что я самая первая держу его на руках, и это просто, ну, не знаю, это такие ощущения непередаваемые. Как бы, как бы, все настолько это запечатлелось, запомнилось, вот. И, конечно, то, что я наблюдала, все это, все эти часы схваток, я потом несколько суток не могла спать после этого, потому что я только закрывала глазами, и все это снова прогоносилось перед глазами, и все снова я это наблюдала. Вот, такое вот основное, скажем так, семейное событие произошло в этом году. Ну, рождение ребенка это, в принципе, такое яркое событие, и, как бы, ребенок любимый еще по тому факту, что он вообще должен родиться, он уже любимый, дорогой, желанный и все такое. Так, дальше, второе событие, это уже, второе, в принципе, остальное, это будет относиться уже больше к рукодельной жизни. Значит, второе, о чем я хотела рассказать, это будет связано с вязанием. Я, значит, в этом году осуществила свои такие некоторые мечты, которые у меня были. Это знакомство с определенными видами пряжи, с которой я вязала. Я, наверное, попробую, если у меня получится, где-нибудь вставлю фотографии изделий. Значит, я очень долго мечтала, была моя такая задумка связать, познакомиться с пряжей, это от Ализе Фурлана. Я осуществила такую свою мечту. Вот, связала две жилетки у меня, связалась. Вот здесь единственное, что я могу сказать о своих впечатлениях об этой пряже, что это даже будет не впечатление, а разница между тем, как пряжу я купила в интернет-магазине, заказывала мне, она пришла, и которую я купила здесь. Пряжа, которая куплена здесь, это как раз вот такая расцветка у меня была, она оказалась, как бы это выразиться, не такой прочной. То есть, если пряжу, купленную в интернет-магазине, которая мне пришла, я не могла вот так просто ее, да, порвать. Я не буду сейчас сорвать ее, портить нитку. Вот, то вот этот вот, два мотка я купила, и ее без особых усилий можно потянуть и порвать. Ну, как-то вот так вот разница в качестве. Значит, я познакомилась с Ализе Фурланой, это было одно из впечатлений вязальных этого года. И я поработала вот с такой вот замечательной помпонной пряжей. И с ней я познакомилась, опять же, благодаря событию номер один, которые я только что описала. Дело в том, что я вязала из нее пледик для своего начатого племянника. Фотографию тоже, если получится, я оставлю. Вот. Мне очень понравилась данная нитка, это Ализе. Я не буду коверкать, потому что я не знаю, я как правильно читать. Вот, это помпонная пряжа. Полотно получилось безумно мягкое, я осталась довольна, вяжется быстро. Вот. Это тоже была такая одна из мечтаний, как сказать, поработать с какой-то такой специфической пряжей, да, то есть помпонная, я из нее никогда не вязала. Я перед этим проштудировала интернет, да, поискала, как правильно вязать из такой пряжи и все такое. Вот. Это вязальные. И я познакомилась с пряжей из Троицка. Это Кроха. Вот. У меня, правда, здесь остались синие моточки, у меня их два. Но дело в том, что когда сказали, что ждут мальчика, я хотела уже связать из синих или из белых скомбинировать. Но, знаете, как-то я столько раз слышала о том, что на УЗИ говорят, мальчика может родиться девочка. В общем, я в итоге связала вообще белый костюмчик, и у меня остались вот таких вот два моточка синих ниточек, крохи. Здесь 20% шерсть, 80% акрил. И у меня связался костюмчик, пинеточки. И вот с этой пряжей у меня такие противоречивые остались, даже не противоречивые, а, как бы сказать, вот на ощупь она, ну, на детскую не очень тянет, скажем так, да. Это я уже поняла в процессе вязания. Я когда вязала, думаю, боже мой, она же будет жесткая и тому подобное. Но, когда я постирала уже сам костюм, я его постирала, естественно, высушила, когда все, то пряжа становится мягкая. И сейчас вот, когда они его носят, я его связала, он вырос, сейчас ему уже 8-9 месяц, он, на него сейчас как раз костюмчик, то он очень-очень мягкий получился. Так, и, конечно же, я вам уже показывала не раз. Это вот мои игрушки, то есть вот эта вот подушечка, которая оставила очень яркое впечатление у меня, да. Вот, она связана крючком наполовину, то есть вот эта вот основная часть связана спицами. И для себя я сделала окончательно такой вывод, что для меня вязать какие-то мелкие вещи крючком, да, я могу. Но вот какие-то большие такие вещи вязать крючком нет. Наверное, я даже в ближайшее время не решусь и не хочу. Мне все-таки какие-то большие вещи больше нравятся вязать спицами. Третье, о чем я хотела вам рассказать, это то, как в мою жизнь в этом году пришла вышивка крестиком. Да, я начала вышивать в этом году крестиком. И вот я вам сразу покажу свою первую работу. Это у меня был вот такой вот наборчик от фирмы Лукаэс. Я вот, кстати, подумываю, наверное, я более подробно расскажу про эту свою первую работу, потому что мне, наверное, есть что рассказать о тех своих ошибках, которые я совершила, и о кое-каких инструментах, которые я использовала в данной работе, и они оставили негативные впечатления у меня. То есть вот, нет, в принципе, работой я очень довольна. Это была моя такая первая работа. Я ее оформила в такую простую рамочку. Она стоит у меня дома. Я ее оставлю себе на паре для того, чтобы смотреть, как у меня первая вообще продвигалась, что представляла себя моя первая работа, вышитая крестиком. Я вышила и осталась очень довольна. Дело в том, что у меня был такой перерыв. Вот, я ждала, пока придут ниточки, и задумывалась, чем бы мне занять то время, которое у меня остается, чем мне нового подпробовать. Вот, и решила, что попробую вышивку крестиком. Я столько насмотрелась в интернете про нее. Пошла, купила наборчик, попробовала, вышила. Я его примерно, наверное, недельки три все-таки его ковыряла, хотя он не такой уж и большой, но для меня первая работа, вышитая крестиком, это было, наверное, нормально. Я не знаю, как бы у каждого своя скорость. Вот, и дело в том, что я после этого, можно сказать, влюбилась в вышивку крестиком. Мне нравится то, что получается вот это вот использование ниток мулинея, ну или не только мулинея. В общем, использование ниток вот эти... Хотя приходится сидеть, да, и колупаться, наверное, это все-таки хобби не для всех. Ну, в принципе, вязание хобби не для всех. Здесь везде нужно терпение и нужно любить то, что ты делаешь. Если, например, в том же вязании ты не будешь... Тебе не будет нравиться вот этот процесс сидеть и вывязывать петли, то так же, как и в вышивке крестиком, если тебе не нравится сам процесс вышивки, вот это вот колупание ниткой, да, иголкой, вот это вот все, то, естественно, тебе не понравится, ты не будешь этим просто заниматься. Но мне понравилось, наверное, все-таки это что-то мое. Вот, это была первая работа, после этого было еще две работы, сейчас у меня третья. И вот как раз вот тут вот на елочке висит моя первая елочная игрушка. Обезьянка, я вам ее показывала, ссылочку оставлю, все что. Вот, я осталась ей тоже очень довольна. Конечно, здесь много такого, скажем, так, поправим ее. А там много у меня получилось такого недочетов таких. Но это уже больше относится к сборке игрушки, а не к самой вышивке. Вышивкой я осталась очень довольна. Вот. Это такое третье событие, которое произошло в моей жизни. Это то, что в нее вошла вышивка. После этого я уже и приобрела станочек, и все такое. Теперь у меня я могу вышивать и на пальцах, и на станке. Единственное, что у нас в квартире не так уж много места. У нас двухкомнатная квартира. И станок как-то приходится пристраивать, чтобы он не мешал. Сейчас я вообще его... Он стоит обычно в этом углу. Но сейчас я его вообще разобрала, пока мы поставили елку. И ближайший... В общем, до Нового года я точно не собираюсь вышивать. К вышивке я приступлю после Нового года. Вот такое яркое событие тоже было у меня. Это появление вышивки в моей жизни. Так. И я приступлю рассказывать вам про последнее такое событие, случившееся в моей жизни. Это то, что я стала вести свой канал на YouTube. Значит, я очень долго смотрела различные видео. Многие мне были очень полезны. Это различные мастер-классы по вязанию. Я связала костюмчик детский по мастер-классу Светланы Берсановой. Я оставлю ссылочку, если что, на него. И когда я уже начала вышивать потом, я все больше... Вот именно когда я начала вышивать, я обнаружила, что на самом деле рукодельный YouTube очень-очень большой. И многие выкладывают там свои видео, делятся своими работами и тому подобное. Я задумалась над тем, чтобы тоже выложить свою работку, посмотреть. Будет ли вообще интересно, кому-то смотреть мой канал или нет. И, значит, 15 июля 2015 года, 15 июля, да, 2015 года, я выложила свое первое видео. Это было видео о моей второй работе крестиком. Это влюбленные львы, которые я вышла своим родителям в подарок на годовщину ихней свадьбы. Там видео снято у меня, фотоаппарат я держала в руках. Я не знаю, наверное, с дупля 20-го, если не больше, у меня это получилось. И там вышел такой даже казус, когда я села монтировать. Оказалось, что перед этим муж, что ли, там переустанавливал систему, то ли что. И он удалил ту программку, которой я как бы пользовалась. До этого монтировала видео, там, в подарок, из фотографий, вот такое вот. Я как бы знала уже эту программку, мне было удобно в ней обработать. Но меня вот настолько захотелось именно в этот день смонтировать это видео и выложить его, что я нашла какую-то программку, если кто смотрел видео, то там постоянно выходит эта демо-версия, там постоянно выходит вот это вот, в какой программе сделала и тому подобное. Но я все-таки смонтировала, загрузила это видео. Вот. И потом закинула еще пару видео в общего плана, которые я рассказывала, да, там что-то о себе, своей Ниночке показывала. И вот тут вот мы уезжали, кое-куда с мужем отдыхали, вот. И у меня целый месяц на моем канале было 4 подписчика. И я так долго наблюдала за этим, блин, думаю, вообще-то зачем я начала вообще выкладывать видео? Да, они никому не интересны и тому подобное. Потом все-таки у меня, ну, наверное, какое-то желание все-таки у меня было вести канал. Мы приехали, я сняла еще видео, обзор китайского наборчика, который у меня есть. А потом как-то вот само по себе пошло, я стала выкладывать видео более-менее регулярно. И сейчас я стараюсь выкладывать хотя бы одно видео в неделю. Иногда у меня не получается больше перерывов. Ну, как бы вот по два видео в неделю я пока не осиливаю этого. Но вот по видео в недельку я стараюсь выкладывать. А потом, когда уже это был сентябрь, октябрь, у меня начало потихоньку расти число подписчиков. На данный момент у меня порядка 250 или 260 подписчиков, что-то в этом районе. Для меня это, для меня это кажется невероятно много. Вот реально, знаете, когда долго было 4 подписчика, у меня как-то уже начало так падать настроение к каналу. Вот, но потом, когда потихоньку начали, когда ты каждый день открываешь и видишь, что у тебя появляется 1, 2, 3, будут, начинают потихоньку появляться люди. Значит, кто-то смотрит на твой канал, кто-то на него подписывается. Вот. Это придаёт такой прям стимул для того, чтобы снимать дальше. Это, ну, лично для меня это невероятно вообще. Я до сих пор, сейчас у меня 250 человек, да, в подписках, но я до сих пор сейчас каждый день, я реально каждый день открываю и смотрю, не прибавилось ли у меня подписчиков. Вот. Это настолько для меня реально это так важно, как бы, вот. Теперь, когда уже у меня есть определённая, скажем так, аудитория, да, кто меня смотрит, я уже задумываюсь о том, чтобы, вот у меня сейчас есть планы кое-что, но это, скорее всего, будет уже в новом году, есть кое-какие планы снимать видео, вот. То есть сейчас я уже думаю о том, что мне нужно удерживать ту аудиторию, которая у меня хотя бы, которая у меня сейчас есть, да. Может быть, это будет привлекать новую аудиторию, вот. И я начинаю уже думать о том, что так, просто показывать свои работы, наверное, будет мало. Или показывать только свои покупки. Наверное, нужно, может быть, придумать что-то ещё. Может быть, более чаще снимать видео. Но пока весь я всё-таки думаю, что чаще, чем раз в неделю, у меня не будет получаться, потому что всё-таки это хобби. Канал посвящён моему рукоделию, это вышивка, вязание, вот. Поэтому, как бы, я не настолько быстро вышиваю и вяжу. Именно поэтому, для того, чтобы всё-таки, как бы, выдерживать видео в неделю, я стала снимать таги, которых на моём канале уже несколько. Я даже уже не помню, сколько, но порядка, наверное, 4-5 уже есть. Так что в этом году я стала ещё и вести канал на YouTube. Это тоже одно из ярких событий в моей жизни. Ну, не знаю, дальше посмотрим, как будет продвигаться. Надеюсь, вам было интересно послушать, чем мне запомнится уходящий 2015 год. Рада, что вы подписываетесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне всё очень-очень это важно на самом деле. В преддверии Нового года хочу пожелать всем всего самого-самого хорошего. Как всегда, это, конечно, самое главное. Одно из самых важных – это здоровье, счастье. Ну и всего-всего наилучшего в воплощении ваших творческих и не только творческих каких-то планов, задумок. Я вас всех очень-очень люблю. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok